МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Город Эссы Татьяна Дмитриева. В Самаре проходит международный фестиваль кино детям. Сегодня к нам в студию пришли участники фестиваля, режиссеры-документалисты Наталья Гугуева, Андрей Титов и Сергей Головецкий. О том, какие работы они вынесли на суд детского жюри, мы поговорим сегодня. Если вы уже успели что-то посмотреть, и у вас есть свое мнение и вопросы к нашим гостям, звоните по телефону 202-11-22, мы вас услышим, у нас прямой эфир. Здравствуйте, Наталья Михайловна, Сергей Анатольевич и Андрей Витальевич. Скажите, пожалуйста, вот сразу, как только я поняла, что вы привезли документальные ленты, фильмы на фестиваль кино детям, у меня возник первый вопрос, насколько публика детская и молодежная для этого подходит, как вам кажется, ваши фильмы, насколько они воспримут их, вот эта аудитория? Ну, обычно, когда делаешь фильм, стараешься сделать его таким многослойным, то есть на разную аудиторию, ну, по крайней мере, вот для меня очень важно на большую зрительскую аудиторию делать, то есть вот такое для широкого зрителя. Поэтому я показывала его уже на других фестивалях, и там приходили школьники, ну, где-то от 13 лет. Они берут оттуда свое, они берут какие-то... Мой фильм связан с такой сложной историей распада Советского Союза, которая детям уже неизвестна, вот в том смысле, как нам она известна, и не так переживаем, но они оттуда берут какие-то вот вечные категории, когда люди, а мои герои, там, встают перед выбором честь или там семья, принять присягу второй раз, не принять. Женщина встает перед выбором идти за своим мужчиной ради любви к нему, ради того, чтобы быть его тоже по-женски тылом, либо оставаться в теплом Крыму там и так далее. То есть вот эти вот категории, эти категории понятны и молодежи. Да, вот эта тема выбора, конечно, она для всех возрастов актуальна. Скажем, что ваш фильм называется «Форсаж», и это не первая история, да? По-моему, до этого тоже. «Форсаж в возвращении» был первый фильм «Форсаж», снят по событиям 92-го года, именно самого распада Советского Союза, когда в Крыму делился полк, и мы тогда уже чувствовали, что вот это разделение Советского Союза, вот это разрушение сверху, оно пойдет к низу, то есть рушилась авиация, рушился вот этот полк, делились люди на украинцев и россиян, и рушились семьи дальше, четвертая линия разрушения, четвертая точка разрушения, когда семьи делились по национальному признаку. А на сегодняшний день вот эта линия разрушения, на ваш взгляд, она остановлена или дальше тоже может что-то идти? Я думаю, что за это время нас успели разделить, а теперь стравить. То есть мне кажется, что идет еще более сложный такой процесс, такого стравления. Я сама родилась на Украине, выросла там, у меня половина родственников, у меня отец русский, мать украинка, поэтому вот это вот разделение я его просто лично чувствую. И если для нас это как-то вначале было больно, то сейчас еще добавилась такие эмоции, как агрессия, ненависть, и нас заставили разговаривать даже с близкими людьми, которые никогда политикой не занимались. Вот языком агрессии и политический штамп. Давайте посмотрим фрагмент из вашего фильма и продолжим разговор. Никто никогда не задумывается о том, когда поступает в военный училищ, что он когда-то будет воевать. О том, что тебе рано или поздно придется сесть в кабину самолета и выполнить приказ нажать боевую кнопку. Уезжать из Крыма мне вовсе не хотелось. Я спросил, ты поедешь со мной? Нет, не поеду. Я остаюсь здесь. Самая красивая фотография. Шикарная девочка была, конечно. Конечно, я ее любил. Что там говорить? Когда Крым был присоединен к России, я к нам не звонил один раз. Крым-то говорит, российский стал, приезжай, тут же все твое. Квартира и гараж. Сынуля, сынуля, прием. Пап, привет большой отманке я тебе передал вам. Что ты когда-то нарисовал. Помню, помню. Если бы не было распада Советского Союза, я бы остался в Крыму, конечно. Я бы здесь жил бы, да. И с ней бы, наверное, жил бы. Так оно и было бы. И сын бы здесь рос. Ну, это родные самолеты. Я, знаешь, даже не верю, если я их увидел вновь. Такая радость совсем. Даже не думал, что когда-нибудь еще раз посижу. Да, наверное, это тема семьи, человеческих отношений. Это самое главное, собственно говоря, в нашей жизни. Как давно вы были, Наталья Михайловна, в Крыму? И как вообще меняется время от времени эта ситуация? Что сегодня? В 2015 году, когда заканчивали съемки, летом мы побывали. И вот сейчас у нас премьера в Крыму будет в мае месяце, когда соберутся эти герои. Вот я еще раз побываю там. Но, конечно, вот эта боль, она не скоро еще уйдет. Боль разрушения этого. И даже наше возвращение в Крым, и об этом тоже наш фильм, оно такое очень болевое. То есть те люди, которые вернулись, когда-то ушли в 92-м году из Крыма и вернулись, то есть они, по сути дела, вернулись с болью, потому что два раза в одну эту же реку не входит. Жизнь уже во многом прошла. В общем, кровавое такое возвращение тоже. Да, но даже по этому небольшому фрагменту чувствуется вот такая трогательность, какая-то щемящая, вот что-то такое вызывает. Вот даже этот небольшой фрагмент. Потому что действительно, вот из нашей реальной жизни вот этот раскол, вот этот какой-то, да, путь непонятный, даже куда дальше приводящий. Вот, Андрей Витальевич, у вас тоже тема войны не оставила равнодушным, причем войны, которая прошла давно, Великой Отечественной. Как вы приняли такое решение, вот взяться именно за эту тему, казалось бы, сегодня и своих актуальных проблем хватает? У нас тема эвакуации, и на самом деле у каждого в кинокомпании дети, дети в школе, и когда листаешь учебники, ты понимаешь, что в лучшем случае в одном учебнике вот такой малюсенький абзац об эвакуации, а в другом и этого нет. А за этим абзацем таится жизнь 17 миллионов эвакуированных жителей Советского Союза. За этим абзацем таится 16-часовой рабочий день, невозможность уйти с работы, ночевки, в неприспособленных на то помещениях. За этим абзацем маленьким ребятишки 11-12-летний, которыми ящики подставляли, чтобы они могли дотянуться до токарных и фрезерных станков. Это то, что и немногие взрослые-то в подробностях знают, а уж как полезна эта информация детям, чтобы понимать, вот что за ними, какая груз истории и ответственность историческая, то, что делали их бабушки, дедушки, родные. Вот, собственно, такой побудительный мотив. А из каких мест, вот вы про какую эвакуацию рассказываете? Мы сделали историю, в принципе, пытались воспарить, да, над всей эвакуационной жизнью, перемещением вот этих множества заводов в одну только нашу Свердловскую область. Говорю, потому что снимал по Свердловской, Челябинской и Пермскому краю 667 заводов. Но вот это нынче, извиняюсь, перевести киоск, возникает проблема, оглашаемая на уровень всей страны. А тогда с заводами. Один завод мог занять 10 тысяч вагонов, которые нужно было направить из пункта А в пункт Б, и попробуй с этой задачей не справься. От этого зависит судьба войны, судьба тех, кто на фронте. Поэтому... Вы работали с архивами, да? Да. Как эта работа вам давалась? Вообще легко туда попасть, взять материалы? Потому что тут есть такая тема, Сегодня обсуждали как раз вот на совместной конференции. На самом деле... Потому что взаимодействие вот это вот... Архивы приветствуют интерес профессионалов, лишь бы он и интерес возникал. Поэтому... Даже так, да? И сегодня вас требована вот эта вся архивная документация? Да, 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 да. А с ветеранами тоже? Конечно, конечно. Всего в съемке проходили минимум 12 городов, больше 30 производств, больше 100 героев, отснято 300 часов материала, потому что иногда снимали уже не для фильма, а для истории, зная, что весь этот материал потом в этих же архивах будет порядка 100 лет храниться. Вот это надо не только нам, это надо тем, кто будет жить через 50-100 лет. А вы убедились в том, вот говорят, что ветераны это совсем такие другие люди, особенные люди, что сейчас вот мы уже утратили то, что есть вот у людей того поколения, людей, которые больно прошли. Жизнь предложила особенные обстоятельства. К счастью, вот современным ребятам жизнь еще не предлагает особенных обстоятельств. Никто не знает, как поведет себя в критической ситуации тот или иной человек. Но вот эти люди, которые прошли тот ужас, те испытания, для них единственное, чему можно учиться и черпать уже любая проблема, любое, то, что мы считаем бедствием, катастрофой, ой, случилась, нехватка, для них это не проблема. Для них вот не случайность фразы, лишь бы не было войны. Вот это проблема. К сожалению, у нас тоже вот нет-нет дозвучит, даже сегодня, да, вот, как говорится, история развивается по спирали, вот мы тоже сейчас вот, даже молодое поколение, нет-нет, и в среднем возрасте, вот эта фраза именно звучит. У нас тоже есть фрагмент вашей работы, тоже очень трогательный, давайте его продолжим. Я напомню, что у нас прямой эфир, готовьте вопросы и звоните нашим уважаемым гостям. Сначала думали, что женщины и подростки у станков это временно. Однако временно затянулось на долгие 4 года. Правда, ограничения по возрасту все-таки были. На моторостроительные в Молотове на работу принимали детей не младше 11 лет. Ну, вот совсем ребенок был, пришел, значит, из детдома, ему играть охота, а не работать. Взял, согнул проволоку, взял шестеренку и тут станки, тут станки, тут пролеты, где ходят люди. И по пролету ширует, шестеренка звенит, а ему интересно. И бежит во все. Ну, мы соскочили в Ваня, сейчас начальник цеха придет, хватит дошкверятника. Бежим за ним. Из-за этих подростков они потом выросли. Потом это слава после войны, слава Пермской дистанции пути. Это они дали славу этой дистанции. Они изобретали целые машины. Вот они, внуки Урала. Алексей Семенович Емченко, Николай Константинович Дикевич, Иван Якимович Шлиховой, Андрей Павлович Ящук, Владимир Харитонович Мудрых, Федор Петрович Кромарев, Иван Моисеевич Лешко. Это другие дети были. Это необходимость, как Гердель он говорит, необходимость врага бессилия. В ней сострадания к трусам нет. Так и здесь. Это не потому, что мы там какие-то герои были. Это необходимость. Враг бессилия. Она дает отваге, крылья и мощь руке, и сердцу свет. Поэтому еще в XVIII веке сказали. И это так оно и осталось. Удивительно. Молодые совсем ребята, и называют их по имени, отчеству и фамилии. И такой какой-то диссонанс. Детские-детские лица. И сейчас поставите наших молодых на завод. Даже такую картину представить даже сложно. Чтобы они там делали и ночами работали. Хотя говорят, что и молодежь-то в принципе и сегодня она такая неплохая. Но просто вот в другом. Они, они, вот когда начинаешь в диалоге, очень на самом деле заинтересованная, общительная. У меня был сегодня один из показов. Всегда, когда они начинают примерять это на себя, этот опыт на себя. У меня один из примеров, что в годы войны население городов увеличивается в 2-3 раза. Вы представляете, что на человека приходилось в целом 2 квадратных метра жилья. Одна девочка встает и говорит, так это в моей квартире 48 человек бы поселилось. И она начинает вот эта большая внутренняя работа. И огромное спасибо фестивалю, что он дает молодежи такую полезную работу. Ну для нас это тоже, для Самары, для Куйбышева тех времен. Эта тема знакома, известна, потому что у нас тоже было, по-моему, 42 завода сюда эвакуированы в короткие и кратчайшие сроки. И силами женщин и детей в 11 раз выросло производство в Самаре. В годы войны, в нечеловеческих условиях. Да. Вот, Сергей Анатольевич, и в вашей работе, которая называется «И всего лишь три струны», тоже вот эта тема уважения, любви к родине, к истории, даже вот в форме в лице балалайки, хотелось сказать, тоже прослеживается. У вас откуда интерес к этому музыкальному инструменту? Как бы вообще такая идея пришла в голову? Ну, вы знаете, во-первых, нелегко сразу переключиться вот с такого колоссального опыта, который представил Андрей, вот даже вот в этом отрывке. Но балалайки тоже андеграунд. Впечатление колоссальное, вот этот опыт войны. А что касается балалайки, вот, конечно, балалайка на четыре года войны и на четыре серии. Что связывает, да? Ну, не сопоставишь их. Но вы начали с того, насколько разговор начали с того, насколько мы готовили фильмы для детей, насколько они готовы. Да, 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 для детской аудитории. Вот хотя это выбирали сами дети, я бы сказал так. Фильм этот делали мы с автором и продюсером Михаилом Буснюком, конечно же, даже не для широкой аудитории, он сказал. Он сознательно понимал, что вряд ли совсем у широкой аудитории заинтересуется, потому что это скорее ближе к жанру музыкального фильма. Вот. Но вы знаете, послушав вас, я все-таки, и побыв здесь на фестивале, я все-таки сказал бы так, что это фильм и для широкой аудитории, и прежде всего для детей, и прежде всего для детей семилетнего возраста. А почему? Почему? Потому что, вы знаете, мотив. Михаил Буснюк задумал этот фильм, он год назад отметил 60-летие, а задумал этот фильм, когда ему было 7 лет. Ну, надо же. То есть в 7 лет ему дедушка, ребенку, подарил балалайку. Он был очарован этим инструментом и захотел узнать секреты этого инструмента. И он даже заглядывал в это отверстие в деке, чтобы узнать, что же там внутри. Вот. И понадобилось, понадобилось, господи, сколько же, так сказать, 61 отнимаем, 7, 54... Полвека еще немного. 54 года спустя он, в общем, собрал силы, чтобы затеять кинопроизводство на эту тему. Вот. Мы сделали этот фильм, зал был полон. В общем, это большое счастье для... А было какое-то открытие? Вот что-то личного для себя, когда работали с материалом, углубились, так скажем? Открытие... Вы знаете, открытие в той или иной степени происходит всегда. Вот. И они всегда неожиданные, потому что, ну, документалист, возможно, не только документалист, вообще всякий художник, вот, но документалист, а в особенности, он все-таки, имея замысел, тем не менее, он идет за материалом. Материал невозможно изнасиловать, просто не будет фильма. Поэтому должен его чувствовать, надо проявлять эту чуткость. Вот. А открытие какого рода? Вы знаете... Оказалось, так все просто, да? Три струны, вот даже в вашем названии это фигурирует, всего лишь три струны, но за этим же что-то стоит. Ну, да, за этим много стоит, но открытие какое бы я сделал? Вы знаете, балалайка, народный инструмент, народный инструмент, казалось бы, простой бренд, как самовар, как матрешка, но, во-первых, она, вы знаете, она оказалась в таком культурном гетто концертных залов, классической музыки. Вот мы снимаем концерты, замечательные, красивые детки, они приходят, приходят, они играют на балалайке, но в залах в основном папы, мамы и... А как вывести этот инструмент народный? Он как бы... Он настолько облагородился, что он уже и в жизни выходит, как и благородный инструмент, скажем так. И это проблема, и это вообще проблема не только народной, но и классической культуры выжить в этом современном, очень агрессивном мире. И, к счастью, у нас есть такой музыкант, как Алексей Архиповский, который научился, вы знаете, подключать уже мощь электричества к балалайке. Вот. Он ее вообще, так сказать, по потенциалу, вообще звуковому в орган превращает, и он выходит в этот мир, он выводит ее практически в открытый космос балалайку, и сохраняя ее мелодику. Вот это... Вот это открытие сделал для себя, и это... Это действительно драма. Вот как сделать так, чтобы искусство, высокое искусство, осталось живым и вышло к людям, потому что, ну, что делать? Да, это немножко. В концертные залы пробиваться не всегда дается. Как вы чувствуете, как документалисты, как себя чувствует сегодня документальное кино? Вообще. Вот говорят, что по центральным каналам не показывают, или показывают где-то далеко там за полночь. Почему такое ущемление? Или вы его не чувствуете? Вы знаете, вот я думаю, что Россия это самая благодатная почва по темам, по героям, по конфликтам для документального кино. Вот нам завидуют зарубежные коллеги, которым, ну, вот им снимать нечего. Они как-то вас просто ну, с утра до вечера в любой точке это самое снимаешь, что-то такое происходит. Но, к сожалению, вот мы встречаясь постоянно, вот жалуемся, что очень тяжело, начиная там от денежных проблем организационных, от отношения прокачков, очень тяжело вот его делать от начала до конца и потом выдавать там вот зрителям. А почему? Вот что тормозит, даже вот, чтобы зрителям-то выдавать вот этот вот выход на широкий экран? Мне кажется, что вот нет ощущения, что реальная жизнь может быть рейтинговой. Вот у федеральных телеканалов какие-то свои представления о рейтингах. И мне, у меня ощущение, что документальное кино заняло ту нишу, которую мы здесь не конкуренты федеральным телеканалам. включишь, там обязательно или Киркоров с Тимоти ссорится, у кого нос на маникюрине, или вот идут какие-то абсолютно маргинальные разборки. Документальное кино ориентировано не на эти крайности, а на центр жизни, то, что составляет настоящий характер страны. Когда действительно последний раз по телевизору на ток-шоу обсуждались вопросы офицерской чести и выбора? Когда кто видел концерты Алексея Архиповского? Или когда вот вместо массы ненужной мне информации про то, что где-то в деревне кто-то от кого-то забеременел полезную информацию про нашу историю, про нашу судьбу, про наши корни? Когда это было? Нет, здесь мы не конкуренты. У нас есть своя ниша и кто заинтересован, на самом деле востребованность есть. Полные залы это показывают. Приходите, смотрите, смотреть документальное кино стоит ради того, чтобы узнать свою жизнь, познакомиться со своей стороной. То есть я коротко вот к Андрею добавлю, что идет какое-то уничтожение настоящих смыслов жизни, вот которые были в классике и есть они вот в классике. То есть нас псевдосмыслами затуманивают нам мозги и наше сердце вот этими попсовыми смыслами жизни. А может просто смыслы жизни меняются? Может они становятся другими в обществе потребления? Нет, я думаю, что нет, но просто большая идет ориентация, что вот главное это успех, засветиться где-то. А вот как решать эти вопросы? Семьи, измены, чести, прошлого отношения бабушки, дедушки, построение отношений детей, родителей. Вот серьезно этим действительно не на ток-шоу, нигде не занимаются. Документальное кино это о настоящем, а телевидении это о чем-то мишуристом, о блестящем. О настоящем, о блестящем. Выбирайте, кому что, пожалуйста. Да, позвольте мне тоже два слова. Вы знаете, вот как раз Андрей упомянул телевидение, и документальное кино, оно вступает в конкурентные отношения с телевидением, хотя иногда говорят одно и то же, это чем они отличаются, и чем они отличаются, и на эту тему проводят конференции. Вот, но телевидение, оно, оно не только отражает сегодняшний день, а оно сегодняшнюю секунду отражает, оно живет секундной. Ему надо сейчас, то, что завтра, это, знаете, все, это как молодое вино, если завтра скисло, выливаем. А настоящий зритель документального фильма, это, знаете, как хорошее, выдержанное кино, он будет через 50 лет, когда сделан фильм. Вот из чего сделал Андрей свою картину? Он сделал это из хроники, он это сделал из работы документалистов, которая была сделана 50 и более лет тому. Понимаете, и мы должны обращаться и к сегодняшнему, к зрителю, и к завтрашнему, и к зрителю через 50 лет, чтобы он имел возможность выстроить образ эпохи, страны, времени, в котором мы были. А телевидение, вы знаете, телевидение, у него другая задача, оно манипулирует. И вот есть такое понятие у телевидения, формат, благодаря которому они стараются не пускать кино. Говорят, у нас формат, не наш формат. Что такое формат? Вот давайте попытаемся определить это понятие. Я подумал, и я вот к чему пришел. Телевидение, что такое формат? Формат, это искажение реальности в угоду конъюнктуры акционеров данного канала. Конкретная задача. У каждого канала пиарите это, голосует этот, покупаете это сейчас, именно сейчас. Завтра это уже не важно. Это, знаете, вот как с хроникой, то же самое, взять коммерческий момент. Когда вот у нас была сегодня конференция, архив, летопись, насколько это необходимо для страны. В советское время снималась летопись на всех студиях. Это было как убыточное дело. Даже без режиссера посылался оператор, он снимал какое-то важное событие или человека. И это просто складывалось в архив для того самого зрителя или того режиссера, который придет через лет 20, 30 или 40 или 50. Что любопытно, оператор работает сегодня, а режиссер придет через 50 лет. Понимаете, вот у меня такое было тоже. И я взял тот материал и сделал фильм про казанского ученого. У меня был такой опыт. Вот, но прошло 50 лет, и мы в архиве покупаем эти кадры, и мы уже платим по 90 рублей за секунду. То есть, понимаете, в логике большой семьи, а государство это большая семья, и этот продукт становится рентабельным. Понимаете? А мы сейчас живем, а логика телевидения это сегодня. Понятно. Нужно, что сегодня, то, что завтра, мне это не надо, я не знаю, где я буду завтра. Поэтому нам надо определиться, мы живем сегодня или мы живем в вечности. Вот Россия, она сегодня или она всегда? Всегда, Россия вечная. Вот, исходя из этого, надо строить и политику в кино. Да, согласна с вами. Я хотела вас поинтересоваться, почему лично вы пришли к документальному кино, и у вас есть свои принципы в работе документальном? Какой это основной принцип документалиста? Ну, у меня основная жизнь важнее кино, я с этим постоянно сталкиваюсь, потому что, хватаясь за острые какие-то проблемы, ты достаешь душу человека, его все болевые точки, и при помощи них делаешь свое кино, самовыражаясь, грубо говоря. И поэтому здесь такая деликатная всегда тема, бывают убойные какие-то эпизоды, но ты понимаешь, что ты навредишь герою, или нанесешь травму, или его детям нанесешь травму, и для меня это всегда вопрос номер один, что вот нужно отказаться тогда от каких-то очень, может быть, интересных и драматургически важных моментов режиссерских там, ради того, чтобы не навредить. То есть, жизнь все равно важнее кино. У нас как бы есть разделение в нашем сообществе, для кого-то наоборот. А для вас, Андрей, вы к какому берегу? это знакомить страну со страной, потому что иногда не только бывает, когда москвичи созваниваются и говорят, задание у вас тут недалеко на Енисеи плотину прорвало, и ты им объясняешь, что от Екатеринбурга до Енисея немного дальше, чем до Москвы. И такие же случаи бывают, собственно, и в моем городе Екатеринбурге, когда люди не знают, что творится. Они лучше знают, что на Турции, на Кипре творится, чем то, что за 50 километров в малокомплектных школах туалет на улице. И они все всегда посмотрят документальные фильмы, ужасаются. Ой, хороший. Коротко, очень емко. Сергей, а у вас? Я бы сказал так. Для меня документальное кино это и есть кино, потому что недокументальное кино, так называемое, игровое, совершенно игровое, это спектакль. Сначала делают спектакль, потом его фиксируют на пленку и предъявляют. Это как бы осетрина второй свежести, если хотите. С точки зрения чистоты эстетики и киноязыка. Да. И вообще феномена кинематографа. Потому что кино это то, на что можно навести камеру, а камеру можно навести только на то, что есть. А в игровом кино мы наводим камеру на то, чего не было. Мы как бы симулякор создаем, то, в чем мы сейчас живем. И, кстати, братья Люмьера, у них же было четверо детей. Первый ребенок, рабочий, выходящий с фабрики Люмьеров. Ой, короче, как раз минутка. Потом... Сейчас мы про всех детей. Да, и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Понятно. И вот совет начинающим, самый главный, важный, таким документалистам, которым молодые люди тоже этим интересуются, да, есть молодые. Вот самое главное, что можно сказать? Документальное кино, это точно, это способ существования, способ твоей жизни. То есть нельзя разделять профессию и просто жизнь. Если вот этого принципа нет, если человек молодой, вот чувствует, здесь он будет работать, а здесь он будет отдыхать. То есть в документальном кино работать, а по вечерам отдыхать или в выходные, все не надо. Спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что пришли к нам в гости. Успехов в прокате вашего фильма. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания.